Девушки отдыхают Кокпит и реально ли он нужен обывалому геймеру? Разумеется, если вы катаете в гонке один раз в месяц, то кокпит вам явно противопоказан, можете банально крепить руль к своему столу и не париться. Но если вы активно наваливаете хотя бы 2-3 раза в неделю, а то и каждый день, то кокпит это отличная тема. Почему? Ну, во-первых, это естественное положение тела, как в реальной машине. К примеру, я на своем стандартном столе сидел очень высоко, педали стояли практически подо мной, а руки были очень близко к рулю и сильно согнуты в локтяк. Крайне неудобно играть. Во-вторых, это жесткость. Это вот больше, кстати, относится к педалям и сидению, потому что, используя педали за обычным столом, я не раз откатывался назад в обычном компьютерном стуле. Особенно, когда тормозило. Плюс, к этому кресло еще и крутится. В общем, крайне хреновое положение для игры в гонке на руле. Ну и в-третьих, это аутентичность. Просто банальное эстетическое удовольствие, когда ты вроде как садишься играть, но вроде как будто реально тачку садишься. Ну, конечно, без минусов тоже тут не обойтись. Самое главное, это место, ибо конструкция реально объемная, ее нужно как-то и где-то разместить. Мне пришлось вон полкомнаты передвинуть для того, чтобы угол освободить для кокпита. Ну и еще это сложность в создании данного агрегата. Ну, либо если не хотите крафтить, сами можете купить, но ценники на них не самые дешевые. Данная конструкция, конечно же, очень бюджетная, правда вот надо помучаться над производством. Давайте перейдем уже к самому производству. Бюджет я озвучу в конце, а пока разберем саму конструкцию. Чертеж с размерами я, к сожалению, предоставить вам не могу, так как тут все очень сложно и индивидуально в плане подгонки. Все-таки часть деталей нужно подстраивать именно под себя. Так что только часть размеров я вам предоставлю, а уже дальше вам нужно будет подгонять под себя по месту. Садиться, вымерять, отрезать там, садиться снова, проверять и так вот, ну, постоянно туда-сюда прыгая. Начнем давайте с того, что нам понадобится. Квадратный профиль 30 на 30, метров 12, болты, шайбы, гайки, ориентировочно по 50 штук всего, но шайб можно побольше. Соединительные косынки, пластины, уголки, это потом объясню для чего. Грунт плюс краска, вот имеется. Можете, конечно, не красить, состоять чистый голодный металл, в квартире ему ничего не станет. Для деревянных столешниц я использовал стенки, дверцы старых савтыповских шкафов. Ну, можно, конечно, купить какие-нибудь деревяшки, но я решил не заморачиваться, а просто взять какое-то старое говно и из него сделать. Ну, разумеется, автомобильное сидение нам еще нужно. Взял с разборки, очень бежево, между прочим, но об этом говорим потом о цене. Ну, в принципе, инструменты. Без них, разумеется, ничего не сделать. Но их учитывать не будем, потому что тут, как бы, ну, априори, если хотите сделать своими руками, то значит, инструмент у вас есть. Единственное замечание, я не использовал тут сварку. То бишь, весь кокпит у нас собран полностью на болтах, без единого шва. Почему я использовал именно такое решение? Да банально просто. Разборную конструкцию проще переносить. В любой момент можно ее разобрать. Ну, и самое главное, это сварная конструкция требует сварки. Бои у меня нет. Теперь по чертежу быстренько соберем данный агрегат. Для начала вниз кладем два профиля по полтора метра. Я решил, такой длины будет достаточно, хотя, на самом деле, можно было бы делать даже короче. Так как сидение у меня рабочее и двигается по салазкам, кокпит реально можно было бы укоротить. Ну, я думал, метр, там, двадцать, метр тридцать можно было спокойно сделать. Далее кладем три перемычки. У меня они вышли по 650 миллиметров. Вы можете сделать поуже. Кресло я на чертеже показать не смог, так как это геморрой рисовать. Да и, в принципе, никогда, в общем. Имейте в виду, кресло ставим на две перемычки, которые сзади. Именно, которые ближе друг к другу. А вот расстояние, на котором нужно их ставить, отмеряйте в зависимости от посадочных отверстий на салазках. Плюс, еще не забудьте, что левая и правая салазкина в автомобильных сидениях находятся на разной высоте из-за центральной консоли, которая в автомобиле находится. Так что, в зависимости от того, пассажирское сидение вы купили или водительское, можете подложить под болты, ну, столб и шайб. С той стороны, где высота до перемычки больше. Дальше, к передней части, к профилю, прикручиваем с двух сторон пластины 100 на 150 миллиметров. Между ними вставляем приблизительно метровый профиль, надпиленный и согнутый. Говорю приблизительно метровый, потому что, по факту, можно там сделать и короче, но тут вот даже как раз-таки вылезает вот эта ситуативность. То, что нужно подстроить под себя и угол, и длину, как вам удобнее будет сидеть. На месте сгиба соединяем косынкой, и даже без сварки конструкция получается очень прочной. Сверху кладем просто столешницу. У меня она длинная, так как еще монитор нужно сзади ставить, и еще я на чертеже не показал, но у меня там сверху столешница дополнительно прикручена для второго монитора. Внутри в ногах прикручиваем к нижним рейкам и боковым стойкам две направляющие для столешницы под педали. Теперь осталась только подставка для КПП. Прикручиваем на нужном расстоянии угловую пластину. Можете просто использовать, в принципе, квадрат 100 на 100, но я там такую фигурку изъявну, чтобы меньше, скажем так, металла использовать. К ней делаем вертикальную стойку. Высоту, опять же, подстраиваем под себя, для того, чтобы, ну, мало ли, ты был выше, ниже сидите, какое у вас там сидение. Дальше ставим такую же уголу, как внизу, только в сторону направленной. И горизонтальный кусок профиля, а сверху кладем столешницу. Вот, в принципе, и все. Получилось, на самом деле, лучше, чем я думал. Хотя и без проблем не обошлось. Во-первых, при постройке используйте ровную поверхность. Я пытался встроить все на ровный, но, как оказалось, ни хрена не ровная. И один болт по отверстиям просто потом не сошелся, когда в квартире я собирал уже. Также болты берите сразу большой длины, где-то 70-75 миллиметров. Я лоханулся, взял 55 и совсем забыл, что нужно-то мне скручивать два профиля 30-х. И в итоге пришлось в профиле болгаркой по тайе резать, чтобы цеплять только за три стенки вместо четырех. Были бы болты длиннее, конструкция была бы еще рощей, из-за того, что крепилась бы за четыре стенки. Ну и еще старайтесь делать детали симметричные, чтобы потом при сборке долго не возиться, как я. Потому что кучу раз переставлял детали, потому что там по отверстиям не сходились, там по расстояниям не сходились. То есть, ну, в общем, крайне уютная была сборка. Но я кое-как собрал его уже в квартире. Ну, короче, ребят, вот так вот приблизительно это и выглядит в целом. На самом деле очень удобно кататься на этом, даже скилла как будто прибавилось. Ну, конечно, конечно, шучу, но играть намного удобнее и приятнее. Теперь давайте к последнему, по цене. Называть цены я буду в долларах, так как у меня белорусские рубли, у вас там своя валюта, поэтому переводить проще будет из общепринятой. Итак, профиль 30 на 30, приблизительно 16 долларов за 12 метров этих. Автомобильное сиденье вы, в принципе, можете бесплатно вытянуть из батин и жигулей, получить пизды. Так, в принципе, с разборки я взял за 8 долларов. Болты, шайбы, гайки мне обошлись приблизительно в 5. Косынки, уголки, пластины я вырезал и спиздил на работе. Это вот единственное преимущество работы на металлургическом заводе. Но покупка небольшого листа фольги 4 мм обошлась бы, ну, 4-5 доллара, я думаю. Дальше просто болгаркой вырезать нужные куски и всё. Краска плюс грунт примерно 6 долларов. Деревянные столешницы, тут на самом деле всё от размеров зависеть будет, какие вы будете прикручивать. Я же, получается, сделал бесплатно из, ну, говна, которая валялась. Покупные, я не думаю, что будут стоить, ну, больше, там, 4-5 долларов. Ну, и всякие там расходники типа свёрла, отрезных дисков я считать не буду, потому что это, ну, расходники. В общей сложности, короче, получается где-то 45 долларов. Мне же всё это обошлось ещё дешевле, где-то вот в 35. Если поискать приблизительно такой же формы и жёсткости конструкцию в магазине, то ценник будет, ну, раз в 5-10 выше. Так что, как бы убогу это не выглядело, но моя внутренняя жаба ни за что бы не позволила мне купить кокпит с магазина. Так что, ребят, на этом, пожалуй, всё. Я надеюсь, вам понравилось это видео с, так сказать, не совсем обычным контентом на моём канале. DIY, можно так назвать его. Но, если вдруг вы хотите повторить его, то я буду только рад, что помог вам. А пока, ребят, призываю вас подписаться на канал, поставить лайк под видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. Всем удачи, ребят, всем пока и играйте только в хорошие игры.